Девушки отдыхают 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 Это не через то, что близкая человек для меня, большой сын Украины, а в то, что я никогда не думал, что такая старая сука с косой, как смерть, может забирать настолько сильных людей. Его очи были наполнены блакитой борьбы. Когда он погиб и пошел из этого мира в лучший мир, мы потеряли не только Украина одного из лучших семей, но и мы потеряли одного из лучших братьев. Мы потеряли весь мир, один из лучших людей, которые несли светло в этот мир. Когда я общался с ним, у меня было такое впечатление, что у него сердце закорбовано в символе идеи нации. Настолько щиро и павко он верил в свою идею, что он был идеалом украинского социального националиста. Те идеи, которые он проводил в жизни, мы связаны после его загибления в этом мире, в переходе в вечный мир, продолжаются. Одна из ответов украинского националиста звучит так. Пинсти смерть великих лиц, и мы должны ее пинстили. Иначе нам тогда не нужно. Иначе мы не можем называться украинскими социально-националистами, если мы не пинстили его смерть. Он сделал все для того, чтобы гнать окупанта с украинской земли. Когда он был в складе силы, ему не были писаны никакие мировые угоды и мирные угоды. Он просто взял в руки оружие и пошел убивать врагов. Сейчас его нет с нами. Но если мы хотим продолжить его дело, мы должны воювать. воювать на двух фронтах, так, как сказал Мирко, и в тилу, и на фронте. Может, кто-то не может на фронт ваш обувь воювать в тилу. И на остаток, я хочу, чтобы мы... Может, без жестов нас не понимают, но словами, как сказал Мирко, мы не зигуем, но мы делаем сердце и похоже. Вечная слава тем, кто пришел из нас в Крации Света. Вечная слава Миркови! Продолжайте его справку! Слава націю! Вечная слава Миркови! Вечная слава Миркови! Вечная слава Миркови! Вечная слава Миркови! Так, от нас пошел Миркови! Вечная слава Миркови! Но его обувь не завершено! И мы продолжаем его обувь. Мы продолжаем его обувь на фронте, мы продолжаем его обувь в тилу, мы продолжаем его обувь навсегда в космарных снах наших врагов. Спокойно, брата, и сердце до сердца. Я буду многословным, я могу сказать только несколько слов. Марко был тем человеком, до которого я желаю. Он был идеалом для меня в всех планах. Больше ничего не могу сказать. Это была прекрасная человек. Это не какая-то лица моей, это правда. Это такая человек, память про яку мы должны брать в своем сердце. И мы должны чтобы память про Мирослава осталась в истории Украины. Слава нації! Святого! Братеми, если у кого есть что сказать, подходьте до микрофона. В Арпатах на горе Яворина в 2013 году, там на Йоромайдане в 2014 году. Так я хочу сказать, что когда до меня дошла звездка про смерть, мне, как и каждого, мабуть, человека, охопило желание помстить его смерть, его героичную смерть в бою. Но не всегда мне спало на думку, что смерть Мирослава можно помстить в мирном жизни, мирным шляхом. Поэтому нехай каждый, от нижних до высших чинов, знает. И перед тем, как дать или взять хабарян, послушаем, выяснили на память слова Мирослава, слова молитвы украинского националіста. Слава националу! Смирно! Слава националу! Вся Украина відчула втрату. Мирослав не был просто офицером, каких тысяч в украинской армии. Мирослав был человек, которая обязала каждого выкладывать не то, что на все свои возможные силы, а выкладывать то, что прагнет от каждого батьковщина. Нас так мало справжних, справжних душі, справжних тілом, справжних душею. Нас дуже мало. И эта втрата досить сильна для Украины. Вийти на улицу, подивитися, каждый занимается своими буденными справами. Но именно Мирослав от своих братьев на каждом в школе, где он был инструктором, или до того, как он стал инструктором, просто таборовиком. Когда он был просто бойцем батальону Сич, а потом, когда стал командиром отделения офицером, высшим командиром, он всегда требовал от каждого, кто был рядом с ним, делать больше своих возможностей. И сейчас, все мы его побратимы, мы должны требовать не только от себя, а от каждого, кто нас оточивает. Мы должны забыть, как это поспать до 12. Мы должны забыть, как это ходить в клуб, чтобы отдать больше, чем нужно. Мы должны забыть, как это позволить себе слабость. Мы должны забыть, как это быть слабыми, или програвить. Теперь достаточно страдания. Теперь достаточно страданий. Теперь мы должны мощной стеной не отступать, потому что Мирослав никогда не отступал, никогда не делал шаг назад, никогда не позволял это делать. Я понимаю, что кто прошел в школе, кто хочет поспать больше на школе. Как сложная работа в раннейшем. И теперь это должен делать не Мирослав, а его дух должен делать в каждом из нас. И сейчас каждый, кто вернулся в свое организационное жизнь, в свое цивильное жизнь, на работу, своим запалом в очах. И это не только ваш запал в очах. Это часть духа Мирослава. Это часть, которая будет у вас в сердце, мае спонукати и переконати тысячи звичайных людей, которые не знают, что такое национализм, которые не знают, что такое национализм, которые не знакомы идеология национализма, которые не живут этим, переконателем их и так же вимагать от каждого военности своей страны. Наша борьба не закончена. Мы сможем помститься тогда, когда последний враг Украины, Москаль, ходит по этой земле. А для этого каждый украинец должен прагнуть помститься москалям, товариству. Я от вас вимагаю. Каждый братьев от каждого из вас вимагает БУТИ СИЛЬНИМИ! ДЕ СИЛА, ТАМ ВОЛЯ! 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 Я знал моска еще с 2014 року. Мы с ним разом вступили до батальйона Січ. Это была очень светлая людина. Он весь час читал, а я был таким дуркуватым трохи. Бегал перед ним, занимался в интернете, в контакте сидел, как все мы делали. Он всегда читал. Он тренировал не только свое тело, он был хорошо, физически развиненный, он был сильным, он был футболистом, но он всегда говорил, что нужно виховывать не только свое тело, а и свой дух, и свой разум, чтобы быть не просто каким-то дурным військовым, а быть элитой, тяжело говорить про мысль, потому что это была та человек, это была семья, это брат по оружию, до которого ты не боялся вернуться спиной. Он всегда помогал тебе, даже когда ты в том дебильном блэндаже, или в подвале разруйнованном доме, и на тебя целый день цепляться мины, он всегда смехался, его глубокие очи светились, и сказал, что надеем этим подлюкам. Он перед смертью даже до смерти не забывал про идею. И последние слова были «Від сердца до солнца», и я думаю, что это он хотел сказать, что нам нужно будет продолжать борьбу. Насколько бы она была не важна, сколько бы нас не знищивалось, нам надо все равно держаться всем рядом, всем разом, и дальше продолжать справа мысли. Слава Украине! Герои не умирают! Герои не умирают! В Украине в война, Украина, я тобою горжусь, Народила тебе славна Киевская Русь. Ти є дочка її, і ти мати моя, Не залишу в бігі, а без тебе не я. Із високих небес на нас дивляться сотні, Тут козацький воскрес, На Майдані від хлопців, Бо за волю і честь, Вони душу поклали, І ти за волю на смерть, Вони нам наказали. Украина, я тобою горжусь, Народила тебе славна Киевская Русь. Ти є дочка її, і ти мати моя, Не залишу в бігі, а без тебе не я. Ми поборемо зло, За цвіти Україна, Буде мір і добро.